Сейчас перед вами будет лекция Сиренова Алексея Владимировича, директора Санкт-Петербургского института истории Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, специалист в области источниковедения истории России. И лекция будет посвящена современным методам источниковедения истории России. Пожалуйста, Алексей Владимирович, просим вас. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники зимней школы, я очень рад прочитать вам лекцию. Надеюсь, вы из нее что-нибудь для себя вынесете полезного, хотя она и не будет посвящена целиком источникам XX века. Я хочу вам рассказать о методиках изучения источников по истории России, в том числе источников средневековых, источников нового времени. И, конечно, это большая честь для меня, открыть свои лекции, эту школу, ну уж так получилось. И, прежде всего, мне хочется сказать, что есть разница, которую не всегда улавливают, и особенно студенты ее не всегда улавливают. Разница между методикой исторического исследования и методикой исторического исследования, а, собственно, методами исторического исследования. Вот о методологии я говорить не буду. Методология более относится к мировоззрению, более относится даже к философии. А вот методы – это те инструменты, которые применяет исследователь при изучении той или иной проблемы того или иного комплекса источников. И история своих методов имеет довольно немного и пользуется методами других, смежных, а иногда и, казалось бы, довольно далеко отстоящих от истории наук. В настоящее время эта междисциплинарность вступила, как мне кажется, в новую стадию своего развития, и в исторических исследованиях все более применяют методы не только гуманитарных и общественных дисциплин, но точных и естественных наук. И особенно последнее применение точных и естественных наук активно используют в источниковедении. Изучение любой темы исторической немыслимой без источников. Но перед нами, перед историками, неизменно встает проблема. Проблема полноты привлечения источниковой базы. Или, как еще ее называют, формирование генеральной совокупности источников по той или иной теме. Эта проблема очень острая, поскольку неполное привлечение источников влечет за собой зачастую неправильные выводы. Казалось бы, эта тема актуальна для изучения истории XX века, когда просто принципиально невозможно привлечь все источники, потому что не все они еще архивированы, не все они доступны для исследователя. Но эта тема, эта проблема актуальна и для более ранних эпох в изучении истории России. Так мы можем сказать, что абсолютно все источники по истории России мы можем привлечь, абсолютно все сохранившиеся, мы можем привлечь только для эпохи домонгольского периода русской истории. Большую часть источников, но абсолютное большинство для эпохи до конца XIV века. Уже начиная с XV века мы такого сказать не можем. То есть даже при изучении истории России XV века еще далеко не все источники описаны и введены в научный оборот. И с каждым столетием количество этих невведенных, неописанных источников увеличивается, я не ошибусь, если скажу, что в геометрической прогрессии. И для изучения истории XIX и особенно XX века эта проблема стоит наиболее остро. Вот на этом слайде я намеренно представил фотографии разного типа архива хранилищ. Традиционно считается, что историк должен работать в архиве. И историки у нас в нашем университетском образовании в России уже со студенческой скамьи, со второго, с третьего курса идут в архивы. Учебные планы предусматривают архивные практики и начинают работать с источниками. Но в большинстве своем это архивы ведомственные. Безусловно, они чрезвычайно важны, особенно для истории нового и новейшего времени. Но я хочу обратить внимание на то, что ведомственные архивы – это только часть того комплекса, той совокупности, к которой обращается историк при изучении самых разных проблем. Кроме ведомственных архивов существуют еще архивные коллекции, коллекции памятников письменности, существуют еще личные фонды. И вот если с архивацией ведомственных архивов в общем все понятно, существуют инструкции, определенный порядок поступления материалов из архивов ведомств в соответствующие архивы, то с коллекциями и с личными фондами такого порядка нет. И архивация этих материалов происходит постоянно. Особенно сейчас это касается личных фондов. И для истории XX века личные фонды, то есть личные архивы людей, как видных исторических деятелей, видных деятелей науки, культуры, политики, так и простых граждан. В настоящее время процесс архивации этого материала не закончился, и он идет разными путями, в том числе личные фонды в настоящее время поступают на государственное хранение, причем поступают они не только в архивы. И об этом я хотел бы сказать несколько слов. Ну вот этот слайд должен был проиллюстрировать ведомственные архивы. А сейчас я хочу перейти к тем хранилищам в России, куда сейчас поступает большое количество именно материалов личных архивов, где они обрабатываются, но не всегда, особенно студенты, обращают внимание на эти хранилища. Это прежде всего крупные библиотеки. Начну я этот свой краткий обзор с бывшей императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, которая была основана в 1796 году. Вот я тут старинную акватинту демонстрирую вам. А сейчас это Российская национальная библиотека. И в 1805 году там было учреждено специальное подразделение, которое получило название Депо Манускриптов. Идея учреждения специального подразделения, где собирались бы источники по историям разных стран, разных народов и на разных языках, начиная с глубокой древности до современности, принадлежит известному русскому дипломату, а впоследствии историку и археографу Петру Петровичу Дубровскому, который, будучи дипломатом, собрал, жил во Франции долгое время, в конце XVIII века. Он собирал исторические материалы, причем как материалы древности, самые ранние рукописи в его коллекции датируются VIII веком, так и материалы ему современные. Свою коллекцию он привез в Россию и передал в Императорскую публичную библиотеку. На основе его коллекции и было основано Депо Манускриптов. И вот этот принцип, когда в Депо Манускриптов, а впоследствии в отделе рукописи Российской национальной библиотеки собирались не только древние рукописи, но и личные фонды современников, сохраняется до настоящего времени. И каждый год по нескольку таких личных фондов поступает, и каждый год сотрудники Российской национальной библиотеки делают обзор таких новых поступлений на специальном мероприятии, которое они называют, отдавая дань Петру Петровичу Дубровскому Депо Манускриптов. Вот примерно в это время, в марте, проходит это мероприятие, где сотрудники представляют новые материалы. И в большинстве своем это личные фонды 20-го века, деятелей 20-го века. Другое крупное хранилище, куда и поступали, поступают личные фонды, это Российская государственная библиотека. Она, наверное, должна быть на первом месте, но поскольку я живу и работаю в Петербурге, то мне ближе Российская национальная библиотека, я ее лучше знаю, и поэтому я ее сначала охарактеризовал. Это главная библиотека страны, которая была образована в 1861 году и называлась Московский публичный румянцевский музей. В основе нее коллекция собирателя российского крупного начала первой половины 19-го века канцлера, графа Николая Петровича Румянцева. Эта коллекция находилась в Петербурге, в так называемом Румянцевском музее. Вот первый слайд на берегу Невы. А в 1861 году была перевезена в Москву, расположилась в Пашковом доме, где сейчас и находится отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Я охарактеризовал только два крупных хранилища, но на самом деле мы хорошо понимаем, что личные фонды хранятся и в десятках архивов, музеев, библиотек. И на этот процесс поступления, описания личных фондов и их введения в научный оборот следует обращать, конечно, внимание пристальное, особенно тем, кто занимается историей XX века. И как фотография еще старая, отдел рукописи Румянцевского музея, сейчас Российской государственной библиотеки. Я хочу обратить внимание еще на то обстоятельство, что после революции 1917 года ситуация с архивным наследием Российской в России существенно изменилась, а именно перестали существовать многие архивы хранилища до революционного времени. Вот фотографии частного собрания князя Вяземского Павла Петровича, где хранились рукописи и средневековые, и новые традиции, которая пропала. И это верхний слайд, нижний слайд – это фотографии предреволюционного времени архива общества любителей древней письменности, которая тоже перестала существовать. И таких центров были десятки, которые и частных, и общественных, которые прекратили свое существование. И советское время – это время, когда архивные материалы перетекали из дореволюционных учреждений архивных в учреждения уже советские. Иначе описывались, иначе архивировались. И перед нами часто стоит проблема отождествления источника, который в дореволюционной литературе имел одно описание и один шифр. Сейчас он хранится уже в другом месте, имеет другое описание. И это тоже проблема такого отождествления. Проблема далеко полностью нерешенная, и едва ли наше поколение еще эту проблему решит. И еще одну группу источников я хочу охарактеризовать, наверняка для вас она неочевидна. Это средневековые источники новейшего времени. Мы привыкли историю представлять как некие этапы, следующие один за другим. После Средневековья наступило новое время, после нового времени – новейшее время. Но культура, в том числе культура средневековая, она продолжала существовать и в XVIII, и в XIX, и в XX веках. И вот для России существенный пласт источников и мир, который до настоящего времени не изучен – это мир старообрядцев. Представители православной церкви, которые вошли в конфликт в XVII веке с господствующей церковью, отделились от нее, существовали автономно совершенно и сохраняли средневековую традицию. Они сохраняют ее до настоящего времени. Но вот эту традицию письменности средневековых источников они сохраняли до 60-х годов XX века. Археографические, этнографические экспедиции, сибирские прежде всего, в 60-х годах XX века открывали старообрядческие поселения, где еще создавались средневековые рукописи. А старообрядцы, жившие в более цивилизованных центрах, создавали свои сочинения, в которых описывали историю России XX века в средневековых понятиях и в средневековом мировоззрении. И эта часть истории России XX века, она тоже очень важна. Это еще один взгляд, это еще одна оптика на события вот уже прошедшего времени, события драматические, потому что представители старообрядчества разделили судьбу и других групп населения России, Советского Союза в частности. И, наконец, мне хочется сказать несколько слов о Петербургском институте истории. Петербургский институт истории был образован на материалах, в частности, одной из крупнейших русских коллекций исторических источников, коллекции академика Николая Петровича Лихачева, которая была собрана в первой половине, в первой трети даже, можно сказать, XX века, в 1930 году Николай Петрович Лихачев был репрессирован. И вот здесь фотографии Николая Петровича нашего, основателя, можно сказать, архивной коллекции нашего института, ее наиболее значимой части, и знаменитый экслибрис, который мы встречаем на книгах из его богатой библиотеки, которая в большей части тоже хранится в нашем институте, в доме, который Николай Петрович Лихачев построил для своей коллекции, и располагается Санкт-Петербургский институт истории до настоящего времени. Главная ценность Петербургского института истории – это архив, в котором представлены, традиционно считается, что представлены рукописи средневековой традиции. Это действительно так. И западноевропейские, и русские рукописи средневековой традиции в архиве Санкт-Петербургского института истории представлены очень богато. Самая древняя рукопись датируется VII веком нашей эры. Много церковных архивов, монастырских, но также и большое количество личных фондов XX века. Это прежде всего фонды историков. Фонды историков ленинградских, петербургских, которые в течение всего, ну всей второй половины XX века поступали к нам в институт и поступают до настоящего времени. И вот проблема, с которой, могу сказать, я сталкиваюсь как директор института, это проблема описания этих фондов. Вопрос действительно трудоем, проблема действительно трудоемкая, работа. Называется это научно-техническое описание личных фондов. И могу сказать, что студенты, которые приходят к нам на архивную практику, а к нам приходят каждый год студенты и Петербургского университета, и в последние годы Высшей школы экономики и Московского и Петербургского кампусов, с неохотой помогают нам в описании личных фондов XX века. Считается, что это наименее интересное дело, вот то ли дело рукописи древней, средневековой традиции, написанные на древних языках, а вот личные фонды XX века как-то оказываются на периферии. Но, конечно же, это не так, и они зачастую содержат важные известия, важные факты, и личные фонды историков имеют особое значение, об этом много писал Сигурд Тотович Шмидт, который подчеркивал, что историк иначе смотрит на события современности. Он подмечает те особенности, те факты, те детали, которые не подметит человек с историей незнакомой. И поэтому для нас, для историков, взгляд историка на события, историка-современника на события прошлого может быть особо ценным. Но вот при этом есть такая проблема, и мне кажется, что это в том числе проблема, которая есть в нашем образовании. Студенты интересуются историей, но не проявляют интереса вот к такой, казалось бы, черновой архивной работе. Как будто бы мы ждем, что за нас эту работу кто-то сделает. Ну, безусловно, сделают архивисты ее. Может быть, не так быстро, но сделают. Но разбираясь в этих материалах, систематизируя их, понимаешь, больше понимаешь того человека, того фондообразователя. И, разумеется, совершенно иные контексты возникают при использовании этих документов. И еще хочу сказать, что, разумеется, документ нельзя использовать, пока фонд не прошел научно-техническую обработку, пока он не принят на соответствующих экспертной комиссии. Приходится ждать, фонды многие остаются необработанными. Это проблема. Ну, после вот обзора, который мне казалось сделать необходимо, особенно вот в нашей с вами аудитории школы, где присутствуют студенты, я хочу обратиться теперь к тем современным методам изучения источников. Безусловно, источниковедение оттачивает свои методы на источниках не столько нового и новейшего времени, сколько источниках средневековых. И это закономерно, потому что, если для нового, а тем более новейшего времени в нашем распоряжении есть большое количество фактов, и исследователю важно эти факты каким-то образом упорядочить, поставить какие-то определенные фильтры, то историк средневековья оказывается в другой ситуации, там фактов катастрофически не хватает. И поэтому приходится извлекать факты из источников, из внетекстовой информации. Исследуя источник разными методами, получаются те факты, которых не содержат источники письменные. И это чрезвычайно важно. И именно на таких исследованиях оттачиваются методы, которые потом применяются и в отношении источников уже более поздних. Остановиться на использовании методов естественных наук, прежде всего оптических методов в изучении источников. И поставить вопрос, а зачем исследовать источники средневековые, зачем я вам постараюсь сейчас показать коротко, а зачем эти методы применяют в изучении источников уже более позднего времени. Перед нами, особенно при обработке, научно-технической обработке, введением научных оборотов личных фондов, остро стоит вопрос экспертизы. Поскольку встречаются действительно подделки. Они встречаются довольно широко на антикварном рынке. Они встречаются и при поступлении материалов в архив. Поскольку материалы XX века довольно просто подделать. И приобретая тот или иной комплекс материалов, в частности, через антикварную торговлю, несколько раз мы сталкивались с тем, что есть опасность, что мы приобретаем не подлинник, а фальсификат. И если в отношении ведомственных архивов история бытования документа служит таким хорошим аргументом либо за, либо против его подлинности, то есть нужно изучить историю бытования источника. Историю источника с момента его создания до сегодняшнего дня. И если эта история будет аргументирована, мы можем быть уверены в том, что источник подлинный. Но если это материалы личного архива, которые приносят либо фондообразователи, либо чаще всего потомки фондообразователей, или вообще случайные люди, истории бытования, или вот сейчас все более и более в источниковедении укрепляется термин, который до этого использовали по преимуществу историки искусства провинанс, зачастую отсутствует. И поэтому вопрос экспертизы – это важный вопрос при первичном изучении, введении в научный оборот источников. Я кратко охарактеризую те методы, которыми мы сейчас пользуемся, которые разрабатываем. Прежде всего, это оптические методы, и самый простой из них – это исследования в видимой области спектра, которые были разработаны еще в России в конце XIX века. Еще этот метод называется русским термином конца XIX века. И следующая фотография. Касается он прежде всего стертых надписей, стертых помет, маргиналей. При переходе документа от одного владельца к другому из одного архива в другой стираются атрибутирующие пометы, свидетельствующие о позднем владельце. И зачастую такие стертые надписи, невидимые невооруженным глазом, оказывается, возможно увидеть, меняя режим фотографии. Даже вот в фотошопе, вот в данном случае я показываю вам рукописную книгу, которая принадлежала в свое время первому русскому историку Василию Никитичу Татищеву, а потом потерялась еще в XVIII веке. В конце XIX века была приобретена в Российскую национальную библиотеку, и до недавнего времени ее история бытования была неизвестна. Применение исследующей фотографии позволило прочитать владельческую надпись Татищева, номер первоначальной библиотеки, вот номер 23, вверху слайд без обработки, внизу слайд в обработке. Ну вот буквально простейшие, надо сказать, приемы. Чуть-чуть больше видно, и уже появляется возможность такого аргументированного прочтения. Гораздо сложнее, но сейчас и перспективнее представляются исследования в невидимых лучах спектра. Ну, здесь я из... открытых источников из интернета воспроизвел вам, представил схему разных областей спектра. Вот видимый свет с определенной длиной волны и с более короткими волнами ультрафиолетовое излучение и с длинными более волнами инфракрасное излучение. Вот эти два метода изучения в ультрафиолете, в ультрафиолетовом свете и в инфракрасном излучении сейчас наиболее активно используются. Ультрафиолетовые волны короче, чем волны видимой области спектра, и поэтому для них препятствием являются те частицы, сквозь которые человеческие... и те вещества, сквозь которые человеческий взгляд, можно сказать, видит их насквозь. Поэтому мелкие части стертых текстов при ультрафиолетовом излучении оказываются различимы. То, что мы не видим, воспринимаем как стертый текст в видимой области спектра, в ультрафиолетовом излучении оказывается... оказывается... оказывается видимо. Ну, приведу пример, один из самых ярких примеров, пожалуй, последних лет изучения средневекового кодекса Мирила Праведная, XIV века. Долгое время историки не могли прочитать имя князя, который заказал этот кодекс с начала XIV века вверху видимой области спектра. Я не знаю, насколько это у нас солнышко, насколько хорошо видно, но поверьте мне на слово. Внизу, в ультрафиолетовой области спектра было прочитано имя Михаила Ярославича Тверского, и мы теперь знаем, кто заказал этот древнейший кодекс светско-церковного права в России начала XIV века. Это вот в отношении рукописей средневековых. В отношении рукописей XX века, разумеется, при проверке на подлинность. Иногда в ультрафиолетовом свете хорошо бывают различимы штампы, которые были стерты по каким-то причинам в документах, штампы, печати, которые были стерты по каким-то причинам в документах либо их владельцами, либо уже в более позднее время. Это к вопросу об экспертизе. Исследования в инфракрасных лучах. Здесь принцип другой. Здесь инфракрасные лучи оказываются длиннее, чем лучи видимого спектра. И для инфракрасных лучей оказываются прозрачными те субстанции, те вещества, которые мы простым человеческим глазом видим хорошо. Для чего это нужно? Для того, чтобы доказать разновременность написания документа. Иногда визуально нам кажется, что документ написан одновременно. Но исследование в инфракрасной области спектра показывает, что какая-то его часть была дописана позднее. Это тоже к вопросу об экспертизе документа. Я продемонстрирую на документе XVI века. У меня просто нет под рукой более позднего материала. Но тот же самый принцип работает и на документах более позднего времени. Это грамота середины XVI века. Вот ее последние строки. Казалось бы, написано тем же почерком. Съемка в инфракрасной области спектра показывает, что предшествующий документ в инфракрасных лучах не виден, а вот эти две с половиной строки остаются непроницаемы для лучей в инфракрасной области спектра. Вот здесь в обычном и в инфракрасном освещении. Таким образом, перед нами подделка, антикварная, судя по всему, подделка, когда последние две с половиной строчки к документу XVI века были приписаны. Ну, исследования в рентгеновских лучах здесь скорее деревянные переплеты средневековых кодексов исследуются. Это совсем короткие лучи, которые проникают сквозь самые разные материалы, ну и вот позволяют увидеть структуру, степень поражения и так далее. Рентгеновское излучение сейчас мало используется, оно скорее используется искусствоведами. Еще одно направление, которое мы сейчас пытаемся развивать, это научная реставрация. Многие документы поступают в плохом состоянии. И прежде чем выдаваться исследователям, читателям, они поступают на реставрацию. И реставраторы, фотографируя эти документы, документируя свой процесс, они зачастую видят те особенности документа, которые потом не увидят, например, в переплетенном виде исследователь. И вот эта тщательная документация реставрационного процесса и публикация этих документов, по моему глубокому убеждению, очень важное направление в современных исследованиях, современных исследованиях источников. Наш институт совместно с библиотекой Академии наук раз в год проводит международную конференцию «Реставрация и исследование рукописей», где мы приглашаем реставраторов, чтобы они рассказывали и показывали нам, какие документы они реставрируют. У нас принимают участие реставраторы из разных центров, прежде всего Москвы, Петербурга, но сейчас привлекаем и из других городов стараемся привлечь, из других стран. Прежде всего у нас постсоветское пространство, хотя не только сейчас, в частности австрийские реставраторы. Чтобы не затягивать время, я опущу, мне хотелось еще рассказать о методах гуманитарных наук, в частности о текстологии, но времени у нас мало, и мне хочется сосредоточить внимание на еще одном методе, который сейчас, оно уже относится к методам точных наук, которые сейчас используются в исторических исследованиях, а именно машинное чтение рукописного текста, использование искусственного интеллекта. Сотрудники нашего института таким вопросом не занимались до недавнего времени. Это наши разработки буквально последнего года, точнее не столько разработки наши, здесь инициатором выступило Российское историческое общество, откликнувшись на призыв Сбербанка, программисты Сбербанка взялись разработать программу машинного чтения, самого трудно читаемого почерка российских исторических деятелей, почерка Петра Первого. И вот этот проект, мы в него тоже включились по предложению и по приглашению российского исторического общества. Константин Ильич Могилевский много сделал для организации этой работы, наши сотрудники, специалисты по эпохе Петра Первого, по рукописям Петра Первого, в сотрудничестве со специалистами Российского государственного архива древних актов, работали и продолжают работать с программистами Сбербанка для того, чтобы разработать программу для чтения рукописного, для чтения автографа Петра Первого, а в дальнейшем вообще для чтения рукописных текстов русских источников. Ну, я покажу вам быстро этапы, каким образом вот в нашем институте идет работа. Наша задача расписать по буквам сотни автографов Петра Первого, для того, чтобы у программистов была возможность работать с этим материалом. И первые результаты уже есть, программа работает. Надо сказать, что это не первая программа машинного чтения рукописного текста. Подобные программы известны в мире. И сейчас наибольшей популярностью пользуется австрийская программа. Она называется «Транскрибус». Вы можете зайти на их сайт и ее протестировать. Но с кириллическими текстами, в том числе с текстами на русском языке, «Транскрибус» работает плохо, потому что изначально он создавался под тексты, написанные латиницей, под тексты западноевропейские. Эта программа разрабатывается специально для чтения кириллических текстов. И наша задача, чтобы такая программа была разработана, конечно, тут результат – это рукописи Петра Первого, но в перспективе, конечно, следует эту программу адаптировать для чтения рукописных почерков самого разного времени. Это проблема распознавания, разбирания трудночитаемых почерков и вообще рукописного текста. Высточниковедение присутствует как высточниковедение 15 века, 16-го, 17-го, так, безусловно, и высточниковедение 20 века. Так что я надеюсь, что это направление весьма перспективно, и в конечном счете будет разработан некий продукт, который всем нам значительно облегчит жизнь в работе с рукописными материалами. Уважаемые коллеги, у меня было немного времени, я постарался вместить максимум информации. Если у вас есть вопросы, готов ответить. Спасибо. Получается, Сбербанк, который теперь как бы и не банк, а как бы экосистема Сбера позиционируется в настоящее время в России. И вот они занялись таким специфичным проектом, как расшифровка рукописных текстов Петра Великого. А зачем им это было нужно? И, собственно, много ли они вкладывают в это средств и денег? То есть мотивация историков нам-то понятна. Нам бы и прекрасно иметь такие программные продукты, хотя это, наверное, все-таки еще не ближайшая перспектива. Но чем большой бизнес был мотивирован? Не расскажете? Ну, как я понимаю, это гуманитарный проект. Тут не предполагается извлечение какой-то прибыли, это гуманитарный проект, вклад в грядущий юбилей Петра Первого. Ну, то есть это их как бы спонсорская чисто помощь? Да. И много они выделяют так средств, если не секрет, или это закрытая информация? Ну, видите, я не имею доступа к бюджету всего этого проекта. Могу сказать только, что работа наших сотрудников, вот у нас работали в основном молодые сотрудники, надо сказать, на это откликнулись молодые сотрудники, в основном, ну, под руководством наших корифеев они работают, специалистов по истории Петра Первого. Все их работы, которые они проделали, это вне госзадания было, разумеется, сделано. Все они были оплачены Сбербанком. Так что тут было им и интересно, и в то же время это была работа, которая была оплачена. Во-первых, благодарю вас за лекцию, весьма увлекательно было. Мой вопрос немножко отходит от темы конкретно вашего доклада, но так или иначе витает в этом проблемном поле, особенно в повестке нашей международной школы «Россия и мир». Он звучит так. Какова, по вашему мнению, на сегодняшний день складывается ситуация с взаимосвязью архивов России и архивов стран остального мира? Есть ли в этой взаимосвязи какие-то проблемы? И если есть, какова, по вашему мнению, как эти проблемы должны решиться? Вот, спасибо. Ну, если ваш вопрос касается взаимоотношения архивов, то это скорее вопрос к руководству Росархива. Я здесь вряд ли что-то могу сказать. Там есть свои программы, свое сотрудничество. Мне хотелось бы, может быть, это будет не совсем ответом на ваш вопрос, но обратить внимание вот на какую особенность. Мы сейчас часто говорим «русский мир», имея в виду в том числе наследие русской эмиграции XX века. И вот это наследие, оно тоже имеет свои архивы, и архивы богатые. И сейчас уходят, ну, таковые реалии нашего времени уходят из жизни представители русской эмиграции, держатели этих архивов. Эти архивы зачастую в разных странах Европы и Америки оказываются некоторые пристроены в архивохранилища, в различные фонды. Большую работу ведет Дом русского зарубежья Мисс Солженицына в этом отношении. Но проблема эта есть, что архивы русских эмигрантов оказываются бесхозными, и большая есть опасность, что они будут потеряны. Я так говорю, потому что, проводя конференции, мы общаемся с представителями эмиграции, с держателями этих архивов, с наследниками русских эмигрантов. И вот эта проблема есть. Эту проблему изнутри, из России, очень трудно решать. Она должна решаться вот в тех странах, где эти архивы сейчас еще существуют, а информативная ценность некоторых из них, как я понимаю, весьма существенна. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Владимирович, за увлекательную лекцию. Сейчас я оглашу дальнейшую нашу программу. Уважаемые слушатели школы, уважаемые гости, модераторы, мы приглашаем вас сейчас в 12 часов на обед в кафе. Волонтеры проводят. И затем в час у нас состоится онлайн-лекция Липкина Михаила Аркадьевича. Здесь, в этой же аудитории, в 43-й аудитории, мы вас приглашаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...